ЧП произошло в минувшие выходные в Череповце. Семилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк возле дома номер 15 на улице Городецкой. Следом за ним спасти мальчика прыгнул его отец. Вскоре подоспели сотрудники Росгвардии. К счастью, мужчина и ребенок не получили серьезных травм. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет города, а также мэрия Череповца. По информации регионального управления Росгвардии, во время патрулирования за Шикстнинского района сотрудникам вневедомственной охраны обратилась за помощью Череповчанка, мать упавшего в люк мальчика. На месте происшествия бойцы Росгвардии обнаружили мужчину в колодце. Он пытался удерживать ребенка над водой, уцепившись ногами за стенки шахты. Сначала из колодца вытащили мальчика, потом отца. Пострадавшим оказали доврачебную помощь и доставили их домой на патрульном автомобиле. При выезде на место были замечены следы уборочной техники. Возможно, это либо наши подрядные организации, либо какая-то еще техника. Не могу сейчас сказать, этим занимаются другие специалисты, которые получили поручение разобраться. И потом уже все детали будут расставлены и будет вся картина. Служебная проверка проводится сотрудниками как водоканала, так и спецавтотранса. Ну и дополнительно занимаются уже люди со Следственного комитета. По размещенному в средствах массовой информации сообщению о провалившемся в канализационной колоде с малолетним ребенком региональным управлением Следственного комитета начата доследственная проверка. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Им также предстоит дать юридическую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за содержание этих территорий и обеспечение безопасности при эксплуатации коммунальной инфраструктуры. По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение. На данный момент выдано поручение всем ресурсникам, у которых есть подземная коммуникация, для того, чтобы они направили своих специалистов и они обошли все колодцы, которые у нас есть. Не обязательно, что это будут на проезжей части или на тротуарах, но и рядом, которые у них в сугробах есть, для того, чтобы посмотреть состояние. В специализированной нашей подрядной организации дано поручение для того, чтобы в случае, если механизаторы на уборочной технике увидят при объездах где-то сдвинутые люки или колодцы поврежденные, то сразу информацию направляли в департамент и своим диспетчерским службам. И также при возможном каком-то повреждении, чтобы незамедлительно направляли информацию для того, чтобы у нас ресурсники могли поправить и привести в надлежащее проектное положение.